Здравствуйте дорогие зрители, с вами Андрей или же иной, и мы продолжаем проходить кофин Энди и Лелли, гробик наших двух братьев и сестер. Что ж, как я вижу, прошлые серии вам очень нравятся, поэтому второй эпизод, который мы сейчас начнем проходить, пройдем по-быстрому, ну как обычно. Серию увидите сейчас и увидите ее на следующий же день, так что, пожалуй, это заслуживает лайка. Что ж, эпизод номер два. Могилки. Первый эпизод был могила, а теперь только могилки. Так, вы закончили то, что осталось от вашего ланча, впоследствии ваших действий вас еще как бы не настигли, что довольно мило. Ну, впоследствии, конечно, возможно будут суровыми, но с другой стороны, можно ли их обвинять? С одной стороны, они голодали, ну, умер культист, пришлось его съесть, ладненько. Почему они голодали? Потому что охранники, которые должны были их кормить в карантине, да, ну, карантин, хорошо, но не кормят, просто морят голодом. Этих охранников надо было резать справедливо, это я могу понять. Единственное, конечно, подвернулась несчастная жертва, случайная такая, вот тут это плохо. Но, что поделать? Продолжаем жить. Ну, там же ничего интересного в этой газете нет, верно же? Я не закончил читать. Уже неделя прошла. Шансы, что там что-то новенькое появится, не существует. Просто позволь мне проверить. Ах, мне скучно. Как долго мы еще должны оставаться здесь? У нас уже деньги почти кончились. Технически у меня есть деньги. Я просто не могу их использовать и не выдать того, где мы находимся. Иначе денег нет. Я не понимаю, почему они хотят проверить мой паспорт за каждую вещь, которую я хочу купить. Черт возьми, я просто хочу остаться в отеле. Почему вам нужно знать, кто я такой? Я же плачу наличкой, не так ли? Не то, что я кину вас. Бу-бу-бу. Мотель тоже нормально. На самом деле нет. Я клянусь, я слышал выстрелы прошлой ночью. И это была ты. Я ни во что не стреляла. Пока еще. А, что? Я думаю, я оставила мою пушку в комнате. Я бы очень хотел, чтобы ты меньше болтала обо всем все время. Эй. Мы не можем постоянно ругаться за всякой мелочи? Правда. Давай-ка вернемся в мотель, прежде чем кто-то ворвется и украдет нашу пушку. Есть еду. Итфуд. Вот это, конечно, реклама божественная. Так, интересно, а можно вот опции и, наверное, звук чуть потише. А то как-то вот он громковат. Ну как с людьми пообщаемся. Тетя. Продавец магазина. Вы что-то специфическое ищите? Не, просто покупаем. Ох, может быть тогда вы меня нахер оставите одну? Справедливо. Что там? Сваливайте отсюда. Вот и поговорили. Так, а тут что-то есть? Растения тут наполнены практически сигаретными бычками. Ну зачем так с растениями относиться? Если вы курите, ну хотя бы вот-вот, мусорка вот для курения, там для всего. В растениях это бедные, зачем? Красивее же когда с зеленью. Что тут? Вы устали жить? Интересная рекламка. Попросите вашего доктора за эвтаназии. Он придет прямо для вас. Реклама выпивки лимонадиков. Есть новых три и замечательных вкуса. Ограниченные здания. Выпей их сейчас или пропусти их вечно. Ох, карамелизированный яблочко с корицей. Я хочу это попробовать. Мы не можем это сейчас позволить себе. Ой, да ладно тебе, это просто пару баксов. Ты можешь купить эту или ужин. Вырешай. Ах, это отстой. Ограниченные здания к тому же. Так, ну вот явно мотель, так что идем в мотель. Нет. Ты сказал, это мой, собственно, выбор. Хочу я пить соду или нет, или ужин. Но я соврал. Нахер твою соду. Обратно к тебе, Эндрю. Чего я вообще терплю-то все? Я спрашиваю себя, это каждый день? В любом случае, мы не будем тратить деньги на это. И это финальная фразочка. Так, интересно, мы живем на первом этаже? Конечно, нет. Это не комната, в которой восстается. И спасибо Боже за это. Ужасный запах распространяется изнутри. Ну, хорошо. Так, не сюда. Ну что, пойдем в красненькую комнату. О, левчик. Мой, заберу его. Носки. Полагаю, надо выкинуть их в мойку, пока я все еще могу. Бумаги несколько дней назад. Ничего интересного там не написано. Эта бумага даже не такая удобная, чтобы жопу ей подтирать. Полностью трата денег. Эндрю копит газеты с тех пор, как мы сюда прибыли. Понятненько. Газеты везде. Здесь статья о химической утечке в каком-то городе, в котором вы никогда не были. Статья убеждает людей в этой зоне оставаться дома и закрыть их окна. Работники хазмата были отправлены туда, чтобы спасать людей блоком за блоком. Что-то мне это напоминает. Прямо как у нас. Хей. Не мешай мне. Не стоит пяти лет. А? Мою жопу? Ты имел в виду мою замечательную толстенькие сиськи. Ты там, сосунец, двигайся, корова. Говори, что хочешь. Ты закидываешь бибьё в мойку. Что, душ не принять? Ну и ладно. Холодильничек. Что у нас тут? Шакков пустой. За исключением. Ты вернул свою пушку. Хотя, на самом деле, она не совсем твоя. Но неважно. Пушка-охранника теперь твоя. Оставить это на Андрео. Что он наставил получить комнату с двумя отдельными кроватями. Только для того, чтобы у него была паническая атака каждую ночь. Ночь через ночь. Подушки нет. Ага, потому что вот он с паническими атаками. Ну что, пойдём? Ты ещё здесь не закончил. Шо я ещё не закончил? Эндрю. Всё готово. Добро пожаловать. Замечательно. Спасибо. Я такая милашка. Тебе чертовски повезло, что у тебя есть я. Да, да. Я готовлю. Я убираюсь. Я... На меня приятно смотреть. А в тем временем, что ты делаешь? Смотришь с ТВ весь день, как всякий лентяй от стволей. Ты не появишься в новостях, Энди. Ты же сказали, что Энди должен был умереть. Ха-ха-ха-ха-ха Я должен был знать И что ты сделаешь Насчет этого, Энди? Будешь снова меня душить? А? Ты хочешь, чтобы я тебя подушил? Ох, да ладно тебе, я шучу Это все же в весе шуточки Я думал, мы договорились Мы договорились Я просто Скучаю Это просто кличка Хватит тебе уже Так триггериться на нее Это одна единственная вещь, которую я тебя просил И она символическая Дубина Ты, твоя романтизм Засунь это в свою жопу Я даже не знаю, чего я ожидал Слушай, я веду себя хорошо Что-то еще ты хочешь Я был такой хороший Для тебя Серьезно? Потому что пока у меня противоположные впечатления Да, да, да Ты думаешь, я такая ужасная? А? Ты хочешь видеть, каково это Когда я на самом деле плохо себя веду? Я могу быть гораздо хуже Должна ли я показать тебе Насколько ужасно я могу быть? Давай, давай Ну тогда ты узнаешь Насколько я менее терпелив С этим Энди И теперь Более важным новостям По телевидению Одна из карантинных Квартир Случилась ситуация Ничего серьезного Просто огонь Сжег все это здание Все умерли Да, да, да Все Ответственные из водяной компании Здесь с нами сегодня Что-нибудь хотите добавить? Да Мое глубочайшее сожалению К членам семьи Умерших Это здание по-любому Сожглось само по себе А не из-за того, что там была какая-то ошибочка Так что очень печально, что это случилось Чтобы облегчить вашу боль Мы рекомендуем вам попытаться Нашу токсичную соду Мы вывели новых три И замечательных вкуса Прям хочется придушить этого Чувака из водяной компании Извините меня, сэр Что-то похоже Сломалось с вашим микрофоном Ага, реклама пыталась пропихнуть Его сразу отключи Я уверен Вы хотели сказать, чтобы Пили нашу Замечательную Бобби Блопи Который как раз и есть Наш спонсор Типа его рекламирую А не там же сою И это даже не заставляет Ваши органы кровотечить Из своей жопы Вместо каких-то Других альтернатив Интересны у них там напитки После такого, я не знаю Родниковую воду хочется пить Или там Сосульки морозить Размораживать И пить после этого Ну что ж Вот это все на сегодня Спредсоединяйтесь позже Для еще более Замечательных И добрейших новостей Чтобы Взбодрить ваш день Это же был наш дом Не так ли Был Правильное слово Я что Не выключил плиту Написано Что все умерли Ох Это же замечательно Не так ли А Они должны быть Думать Что мы тоже умерли И все Улики Исчезли И наши Как бы Ситуации Сожглись Сомневаюсь Насчет этого Эхе-хе Я же сказал Что все сработает Если подумать Там было Несколько квартир С людьми Которые еще Не были крестиком Зачеркнуты Где-то была семья Из трех человек Я помню Где-то там Один Где-то два То есть Ой-ой-ой Это все еще Оставляет нас Бездомными И практически Без денег Не важно Вещи потихонечку Разъясняются И сами Сами Разберутся А я пойду Посплю Доброй ночи Я немножко Подольше Останусь Может быть Поздние новости Будет больше Информации О пожаре Ну как хочешь Доброй ночи Можно в душ сходить Перед сном Так Нельзя Ну хотя бы В туалет Сходил А покушать Так Ну это Определенно Моя кровать Да Как обычно Ты быстро Засыпаешь Без проблем Ни о чем Не переживаешь О Кто-то Зашел В комнату Нана Нана Это может быть И приснился Сон Что Придет Работник Водяной Компании Зарежет Свидетелей Это серьезно Как говорится Проснись Нам нужно уходить Что Проснись У меня было видение Нас собираются убить Нам надо уходить Сейчас же Так Ну все Уходим Сейчас же Тогда что Так что Хочешь остаться здесь И посмотреть Если Убийца На самом деле Появится И за что Я вообще Что я Такого Сделал Чтобы Меня убивали Пока я Сплю В любом случае Возможно Будет слишком Рискован Оставаться здесь Ты не знаешь Из какого Направления Пришел Верно Если еще Кто-то Придет Они придут Я уверена Итак Вы стоите здесь И ждете И ждете И ждете Эндрю Зажигает Свою четвертую Сигарету Ты что Куришь Я не понимаю Эндрю Не кури Еще одно Ну это Путь Зажигать Наши деньги Зажигай Свои Задницы Мне холодно И я Скучаю Тебе холодно Наверное потому Что эта Фигня Вмешивается В твое Кровотечение Кровообращение Хорошо Мама И делай тебя Так же Импотентом Между прочим Не то Чтобы я С какими-то Девчонками Буду встречаться В ближайшее время Что останавливает Тебя Ты Останавливаешь Меня Ах Я сказал Достаточно Потише Ты а Я думал Мы прячемся О Культист Культист К счастью Для вас Это Не был Тот парень Которого Ожидали Чтобы он Перережит Вашу глотку Хотя Он По-любому Выглядел Как-то Знакомо Разве Мы не съели Этого парня Не говори Это громко Ох Прости Разве Мы не Разрубили Этого парня И засунули Его в наш Морозильничек Эшли Ну хватит Тебе уже Хе-хе-хе-хе Ну серьезно Полагаю Там Больше Оттуда Откуда Он пришел Куда Ты думаешь Он отправлялся Ну Наверное На Вечеринку С наркотиками Сексом С демонами Че ты меня Спрашиваешь Не важно Может быть Пойдем за ним Но я хочу Увидеть Убийцу Который Придет К нам Правда Это или Нет Не то Чтобы нам Обоим Нужно Было Быть Здесь Ты Серьезно Не хочешь Стоять Здесь Посреди Ночи Но Тебе Также Любопытно О том Куда Этот Культист Замешан Хорошо Ты Идешь Но Быстро Вернись Ты Эндрю Впервые Теперь я Эндрю А я уж Думал Наоборот Эндрю Останется Здесь Пока Эшли Будет Гулять И Эндрю Опять Зарежет Кого-то Пока Будем Отваливаться Но Все еще Может быть Я пойду И зарежу Этого Культиста Бычки Так Тут Все Продажу И так Следы 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 Оп Эй Подержите Дверь Пожалуйста Беги Неудачник Беги Лифт Опускается Прежде чем Третий Культист Успевает Загрузиться Ха-ха-ха-ха-ха Нахер Вас Неудачники Хм Всякий Мусор Только Для Прислуги Ну Работников И Она Закрыта Номер Два Не Нанятый Ну Офис Всяких Разных Работников Первый Пусто Минус Один Клуб Ш Секс Ну Сикс Потому что Фа Да По-любому Там Секс Вечеринка С демонами Так Точка Переработки Удваивает Курильную Зону Она Спрашивает О пароле Каковы Шансы Что пароль 666 Каковы Оу Ну Конечно Я даже Не знаю Почему У меня Была Идея Что это Будет Что-то Другое Просто С легкостью Вошел Ха Кто Тебя Пустил Что Я Не должен Был Быть Здесь Это Личное Событие Шу Шу Простите Я Потерялся Ну Это Же Вечеринка Секса С демонами Да Что Надеюсь Нет Моя Жена Бо Убила Меня Ты О чем Вообще Говоришь Нет Такой Штуки У Меня Есть Жена Нет Тут Нет Секс Демонической Вечеринки Ох Ну Ладно Просто Обычное Призывание Демона Тогда Ну Я имею Ввиду Это то Что Нам Мне Сказали Но Слушай Кто Тебя Вообще Пригласил Ты Даже Нормально Не Одет Верно Простите Я Не знал Что тут Будет Дресс Код По которому Нужно Одеваться Не знаю Кто тебе Рассказал Сегодняшними Но Ты Можешь Сваливать Отсюда Хорошо Я Пойду Никто Не Пострадал Я Не Могу В Это Поверить Они Буквально Каждого Приглашают В эти Ни Это Значит Что Шесть Стиглаза Становится Популярным Мы Должны Быть Рады Значит Полагаю Наш Сосед Был Частью Этого Клуба Мальких Парней Хотя Мы Довольно Далеко От Дома Может Быть Они Собираются В разных Локациях Может Эти Парни На самом Деле Призывать Демонов Я Имею Ввиду Наш Соседи Действительно Это Смог Но Ты Решил Что Те Нужно Как Попрограться Внутрь И Узнать Что То Так Давай Посмотрим Вещички Эх Вообще Почему Меня Беспокоит Что Эти Клоуны Там Ты Решил Что Что Если Будешь Двигаться Вперед И Не Покуришь Так Что Надо Покурить И Как Только Ты Начал Курить Ключ Под Банкой Сигарет О Ключ Работников Ну Вот Этого Да Заходим Сюда Это Как Бы Всякие Самые Печальные Занавески Которые Ты Когда Либо Видел А Можно Занавески Сделать Чтобы Завернуться В них Что Тут У нас Какая Смятая Заметка В Мусыкин Там Написано Хватит Есть Мой Ужин Вы Животные Кто-то Оставил Записку Там Написано Кто Бо Не Съел Мои Булочки Я У 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 Без Карточки Шкаф Шкаф Да Ничего Достойного Тут Нет Так Что-то Я Как бы Пришел Сюда А тут Ничего Нет Ну Ну Вот Занавески Но Мне Нужен Видимо Нож Какой-то Поищу Ножик Эшли У тебя Есть Ножик Мне Чисто Нужно Куча Разных Девочек По вызову Повешено На стене Ох Может Мне Стоит Оставить Мой Номер Здесь Конечно Же Нет Что Нам Нужны Деньги Эти Деньги Будут Без Налогов Еще Одно Слово Я Тебя Стукну Ше Научись Понимать Шуточки Неудачник Научись Делать Шутки Дурачина Ты Прям Настолько Далека От шуток Что Я даже Не могу Понять Ты серьезно Или Нет Конечно Я Не серьезно У нас Нет Даже Телефона Сейчас И ты Серьезно Хотел Ударить Меня Сейчас Ну Не прямо Здесь Вау Хорошо Избиватель Жон Ха 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 Ах Не говори Такого Это Это Только К тебе Относится Спасибо Так Эшли Ножик Нужен Ну Закончил Просто Проверяю Умерла Ли Ты еще Никто Не показался Может быть Это Видение Из Другой Ночи Хотя Если Мы Собирались Уйти Этим Утром Как Бы Это Могло Быть Какие-то Кошмарики Просто Такие У меня Нет Кошмарков Это Было Впервые Когда-либо Что Серьезно У меня Что Угодно Кроме У меня Только Кошмары Снятся В любом Случа У меня Все Хорошо Иди Шпион За культистами Я Не знаю Как Пробраться Внутрь Они Сказали Свалить Оттуда Эх Мне Нужно Покурить Иди Куда Мить Еще У меня Уже Достаточно Вторичного Курения Тебя На сегодня Так Ну Занавески Я находил А вот Может быть Налево Тут можно Сходить Нет Налево Не пойдешь Биомусор Может быть Вы скоро Начнете Есть Отсюда Когда Ваши Деньги Закончатся Печалька Не Ну Я же Получил Ключ А Что Я Занавески Ну Там Булка Какая На Нижнем Уровне Только Там Мусор Всякий Тоже О На этом Есть еще Кофе Да Для чего Эти Вообще Пироженки Довольно Поздно Для рабочей Встречи О Это Может быть Культисты Хотят Тоже Повеселиться Лифт Подымается Что Такое За Занавеску Стану Придется Два Захода Сделать Так Забираясь Как говорится В лит Пока он уходит Культист Берет Одну Из тележек В лифт Вместе С собой Ну что Ну Комсервлик Так Убрана Бумажная Стаканчики И Теперь можно туда залезть Да Хм Так Ты конечно же можешь сюда запихнуть Но тебя так же мгновенно увидят А давай Теперь занавески Ты стягиваешь одну занавеску Все правильно Им Заворачиваешься В занавеску Как призрака И засовываешь себя В Машинку Поехали Хм Культист Быстренько Запихивает Пироженку Себе в рот Ох Приятненько Ох Темный лорд Как вкусно Он отвозит тебя В элеватор Ну В лифт Почему это Тележка Такая тяжелее Чем другие Черт Может ли это быть Вес Моих грехов Нет Хорошо Хорошо Будь крутым Никто Не должен этого знать Это между мной И дьяволом Просто Веди себя Нормально Я что нибудь Пропустил Шш Я такой сижу там Я ничего не вижу Отсюда Так Пацаны О Лидер Ну что ж Тогда все Ритуал готов Может быть Он знает Что нужно Пожертвовать Ими Он такой Вот их всех Короче Жертвуй А мое желание Исполняй Теперь Я знаю Что мы все Очень нетерпеливо Ждем нашего Бесплатного кофе Но Сперва Первые вещи Сперва Все вместе Теперь Блин Интересно Если эту музыку Наоборот Наокрутить Там что-нибудь Веселенькое будет Покажи себя Неизвестный Лорд Это так весело Покажи себя Для нас Лорд Неизвестности Культисты Но у них нету Свечек То есть Не готово Хотя вот Конечно Свечки где-то стоят Культисты Продолжают Призывать Лорда Неизвестного Некоторое время Но Становится Явно Очевидно Что он Не появится Вау Посмотри-ка На этих Новичков Моя Эшли Призвала Что-то На ее Первую Попытку Хотя Наверное Это не очень Хорошая Вещь Я чувствую Что Лорд Неизвестный С нами Сегодня Но Только Духовно Ох Я Спустил Тележки С пироженками Но Кто-то Украл Один Пироженку Я не знаю Кто Ты Украл О Мы можем Теперь Покушать Пироженка Эх Да Пожалуйста Кушайте Где Твоя Роба Прости Я На нее Пролил Кофейко Идиот Ну Что ж Поскольку Ты получил Свои Ответы Пора Ты Начинаешь Скучать По Эшли Пацаны Как У вас Он Слишком Занят Поеданием Пироженки Никакого Сервиса Тут Бар Такой Подземный Такая Вечеринка Хе-хе Я На сцене Это Как будто Я Знаменитость Она Начала Петь Люди Уставились Время Убираться Отсюда Да Неудачники Новички О Хей Разве Сказали Не Суваться Сюда Ох Они Уже Закончили Как Призыв Прошел Ах Черт Нет Слушай Чувак Ты Разрушаешь Все Настроение С этим Интересом Да Ты не можешь Приходить Сюда Надетый Вот так Вот Снова Весь Смысл В том Что мы Не знаем Кто Есть Кто Кто Есть Кто Я думаю Вы правы Мне стыдно Я уйду Прямо Сейчас Да Хорошо Просто Не Делай Так Больше Доброй Доброй Ночи Миники Культисты Такие Прям Дружелюбные Надеюсь Лучше бы Они занимались Чем-то полезным Конечно Ну что Эшли Кого-то Увидела Ну что Закончил Шпионец За культистами Да Они Похоже Из того же Клуба Как Наш Сосед Собираются Вместе Для какого-то Для Каких-то Демонов И Закусок Но они Ничего не могут Призвать Абсолютно Ничего не появилось И никто Здесь тоже Не появился Я не понимаю Это было Видение Точно Было как будто бы Вы слышите Машина О О Вот Это он Это Парень Который Перерезал Наши глотки В моем сне Ейкс Он Реально Сразу Забежал В нашей Комнате Как будто С легкостью Ты все еще Сомневаешься Во мне Где он Получил ключ Должны ли Мы уйти Мы должны Были покинуть Комнату Утром В любом Случае Наши вещи Все еще Там Какие вещи Мы продали Большинство Нашего мусора Который Мы собирали Я могу Жить Без мусора И Одежды Ну Как кто-то Указал Мы не можем Продолжать Тратить деньги На то Чтобы покупать Новые Одежды Я не буду Рисковать Нашей жизнью За Спасение Носков Это Мой Лифчик Получше На самом деле Этот новый Отстой Все еще Не заинтересован По факту Я еще Даже менее Заинтересован Сейчас Ах ты Тебя совсем Не волнуют Мои проблемы Неважно Я думаю Нам надо Убить Этого паренька Это не какое-то Случайное Ограбление Он Специально Пришел Здесь За нами По какой-то Причине Типа Он как-то Нас Отследил Так что Если мы Убежим Разве Не продолжит За нами Преследовать Это Логично Но Ах И почему Он все еще В комнате Нас там же Даже нет Ну Если бы Я был Им Я бы Решил Что мы Пошли за едой Или что-то Так что Теперь Он возможно Ждет нас Чтобы убить Нас Когда мы Войдем Вряд ли Поскольку Он хочет Чтобы сделать Это тихонько Он по-любому Прячется В шкафу Или где-то там Ждет Пока мы Придем И вернемся И уснем Тогда Он убьет Нас Пока мы Будем спать Прямо Как в нашем Видении Снова И как Ты это знаешь Я знаю Потому что Это Бы сделала Я Ха-ха Плюс Он использует Ножик Так что Вот Слушай Эндрю Просто доверяй Мне Я уже Проходил Через эти Вещи Ты Задаешься Вопросом Не почему Она думала Об этих Вещей А теперь Хватит Уже Разговоров Давай Войдем Туда И притворимся Что мы Что-то Забыли Тогда Мы Заманим Его Где-то В менее Подозрительное Подозрительное Место И тогда Что Тебе Надо Спрашивать Ну что Мы опять Пойдем Пожертвуем Его На месте Культистов Ну-ка Можно Его машину Осмотреть Чисто Вот так Вот Номерок Списать Машина Закрыта Это машина Парня Да Хочешь Ворваться В нее И Разбудить Каждую Человеку В округе Почему Ты хочешь Захотел Об этого Ха Я Думал Думал Ты хотела Ну Прикончить Паренька Последняя Вещь Которая Нам нужна Это Внимание Ох Да У Машин Есть Система Тревоги Эх Как У меня Спросила Прежде чем Сделать Это В ту сторону Парк Ну там Ничего Интересного В этот Час В этот Час Времени Надо было Туда Сходить Раньше Хорошо Оставь Это На Мне Это Будет Самая Тупейшая Вещь Которую Мы Когда Либо Делали Лично Я думаю Что Запускать Фейерверки В комнате Но Слушай Это Разные Мнения Что Которое Могу Добавить Была Тоже Твоя Еди Мне Было Двенадцать Ты Должен Был Остановить Меня Значит Я Должен Тебя Отговорить От этого Тоже Или Нет Заткнись И следуй За мной Теперь Ты Эшли Никто Никто Не Вышел Чтобы Попытаться Убить Вас Пока Ох Божечки Эндрю Я Только Только Поняла Что Наша Важная Ночная Прогулка В Магазин Притомила Меня Неужели Давай Ка Вернемся На Заправочную Станцию Сейчас Ж И Поскольку Мы Хотим Чтобы Это Было Быстренько Давай Ка Быстренько Пройдем Через Парк Где Мы Можем Наслаждаться Лунной Ночью И Защищенные От Вида Ну Как Это Звучит А Ужасно Пойдем Не так Быстро Позволь Мне Взять Мои Вещи Сперва Я Только Что Поняла Что Я Не Доверяю Обслуге В местном Месте Ну Поскольку Вы Хотите Броситься На Убийцу Хотите Либо Сохранить Игру Ну Давай Сохраним А Ну Да Ну Что Поздравляю Вы Нашли Убийцу И Умерли Которая Самая Лучшая Часть На Всякий Случай Эндрю Дольше Особо Не Продержался Когда Это Приходит К тому Чтобы Резать Людей Убийца Обычно Новичков Легко Убивают Хотя С учетом Его Романтичного Настроения Возможно Он особо Не хотел Жить Дольше Без Вас Я Уверен Вы Счастлив Насчет Этого Если Бо Вы Не Были Насмерть Мертвы Чтобы Что Чувствовать Убийца Побеждает Конец Ах Да Мир Гораздо Лучше Без Вас Однако Это Это Так Антигриматично Так Что Я Даю Вам Бесплатную Подсказку Попытку Еще Разок Снова Сделать Ладно Убийцу Искать Не Будем Где Мои Вещи Отлично Помытую По Эндрю Я Готова Что Держишь Дверь Открытой Какой Джентльмен Просто Запускаю Немножко Свежего Воздуха И Звуки Города Поторопись И Забери Свои Вещи Я Уже Забрала Ну Что Сваливаем Через Парк Чтобы Убийца Такой А не Пойду Через Парк Там Я их И Встречу Ну Ка Где Тут Можно За кустик Какой Нибудь Спрятаться Так Он Пойдет За нами Или Нет Я Не Знаю Я Думал Он Пойдет Давай Выберем Уголок За Который Мы Можем Неброситься Какой Уголок Тут Одни Кусты Что Тут У Нас Заброшенная Тережка Из Магазина Очень Классическая Нашли Использованный Презерватив Ты Решаешь Не брать Его С собой Справедливо Тоже Вот Люди Вот Мусорка Стоит Ну Что Вам Попытка И Несколько Было Сделано Чтобы Поместить Эту Мусорку Там Где Она Должна Быть Так Близко Почти Получилось Но Так И Не Получилось Возможно Тут Просто Ничего Нет И Надо Идти Дальше А Хотя Вот Вот Это Дерево Будет Отлично Спрячет Нас Что Мы Будем Делать Если Он Просто Останется В Мотеле Ну Тогда Нам Просто Придется Уйти Мы Вырастим Глаза На нашей Спине На нашей Голове И будем Смотреть За нашими Плечами Все время Ох Какая Боль Я Не Могу Поверить Что Я На самом Деле Надеюсь Что Он Появится Теперь Хорошо Не Сожалей О том Что Мы Убьем Убийцу И Насчет Этого Случаи Вот Ты Заставляешь Меня Делать Это Снова У Чувака Только Ножик А у Тебя Пистолет Ах Я Слышу Шаги Я Думаю Эшли Подожди Я Никогда Не Стрелял Из Оружия Черт Я Думаю Он Остановился Я Не Могу Ничего Слышать Вы Не Можете Наброситься На Убийцу Который Хочет Наброситься На Вас И Вы Не Можете Особо Хорошо Его Искать Так же Без Того Чтобы Позволить Ему Понять Что Вы Здесь Черт Мы Слишком Громко Перешептывались Он Нас Услышал Почему Он Остановился Чтобы Увидеть Что Мы Планируем Но Это Все Выглядит Так Подозрительно Да Это Никак Не Выглядит Он Не Должен Был Даже Видеть Нас Отсюда И Тут Идея Ударяет Тебя Ох Ты Грязный Парень Нет Мы Не Можем Этого Делать Здесь Че Я Убегаю Давай Найди Меня Я Не Хочу Эшли Серьезно Я Не Знаю Как Эти Вещи Работают Нет Не Подсматривай Теперь Ты Эндрю Ну Что Пришло Время Поиграть В Прятки С Убийцей И Эшли Что Это Как Ты Так Что У нас Тут Есть Какие Жучки В Кустах Но Ничего Больше Нет Так Что У нас Здесь О Боже Это Только Ты Что Ты Делаешь Ты Абсолютно Ш Ты Не Нашел Меня Продолжай Искать Ты Хочешь Умереть Что Если Он Подкрадется К тебе Или Уходи Ну Что Ищем Убийцу Ничего О Вот Он Стрелять 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 Я Он Умер Отличная Работа Эшли Забирает Пушку Чувак Ты Прям Выставил Все Патроны Я Запаниковал Теперь Эта Вещь Бесполезна Ну Я имею Ввиду Никто Не знает Что Она Без Патронов Ну Полагаю Да Продают Ли Они Пули Всем Подряд Или Тебе Нужна Лицензия Что То Такое Без Понятия Просте Шли Хотя Я бы Не Потратил Их Всех Если Ты Не Передала Мне Эту Пушку Чтобы Застрелить Его Может Быть Можно Было 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 Выстрелить Просто Шут И тогда Я бы Только Один Патрон Выстрелил Кто Знает Но Мы же Тут Обычные Люди Поэтому Стреляй И Уже Два Раза Убийцы Умер Во Сне И В Прошлой Жизни Скажем Так Мы Убийцы Раз Когда Убийцы Будут Эй Этот Парень С собой Ножик Таскал Он По-любому Преступник Может Власти Решают Что его Друзья Убили Или Что-то Такое Всегда Оптимистичное Ах Неважно Просто Давай Уйдем Отсюда Прежде чем Кто-то Придет Со Своей Собакой Что-то Такое О Полученные Ключи От машины Ох Крошка Оставь Свои Отпечатки Пальцев По всему Телу Этого Парня Это Просто Замечательно Я Уверен Ты Что-то Хотел Сказать Полагаю Неважно Поскольку Твои Отпечатки Никогда Не брали А Твои Да Ох По Какой Причине Лицензия Водителя Но Тогда Хорошо Что Я Обыскиваю Тело Тогда Очень Мертвые Убийцы Так А в ту сторону Интересно Можно Пойти Подальше Или Мы Нет Да Тут Тут Тупик И Что Мы Поедем На Его Машине Тихо Погоди Газета С Различными Инцидентами Большинство Из них По поводу Вашего Старого Помещения Оба Про Загрязненную Воду И Про Пожар Есть Также Статья С прошлой Недели По поводу Того Что Химическая Утечка В другом Городе Кто-то Написал Тоже Дерьмо На уголке Медитация Безу Бесполезная Что За Медитация Ну Что Мы Почитали Немножко Да Что Мы Идем К Культистам Так Нет А Куда Мы Идем А Надо было На переднее На заднее Кресло Сесть Справедливо Так Тут Конвертик С различными Бумагами Внутри Самые Такие Интересные Написано Дорогой Мистер Моющих Машин Считайте Что Это Плата За Ваш Сервис Мы Очень Благодарны Что Вы Приняли Эту Зачистку Нашего Белья За Нас И Мы Очень Уверены В ваших Услугах Так Что Нам Не Нужно Чтобы Вы Отчитывались Об Этому О Удобно Он Исчезнет Они Будут Считать Что Все Хорошо Получилось По Факту Пожалуйста Не Связывайтесь С Если кто-то Даже Спросит Чем Меньше Мы Знаем Тем Лучше Как Бонус Мы Даже Добавили Несколько Бесплатных Образцов От Нашей Дочерней Компании Счастливой Мойки И Мы Что Ли Это Грязное Белье Да Похоже Да Ха Ха Ой Как А Ну Что Укатываемся Взять Машину И Уехать Врум 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 Ну Что Куда Поедем Можешь Уточнить Ну Нам же Надо Куда-то Ехать Да У нас Есть Машина И все Такое Это Не то Чтобы Самая Лучшая Ситуация Приятно Ездить На машине На украденной Машине Да У нас Еле Денег Не хватает Чтобы Прокормить Нас Хорошо Пойдем Тогда К маме Нет Неужели Все Что Я Говорю Влетает В одно Ухо И Влетает Из Другого Мы Никогда Не будем Говорить С Кем Либо Кого Мы Когда-либо Знали Помнишь А что Я Что-то Сказал По Поводу Говорить С Ней Давай Пойдем И ограме Бент Сучку И Уйдем И Какие Деньги У Ней Есть Ты Думаешь Ну По Любому Мне Что-то Есть Я Думаю Она Унаследовала Несколько Там Драгоценностей Нашей Бабушки Ну Да Но Она Могла Но Она Не Может Продать Их Она Не Может Но Я Точно Могу Нет Мы Все Еще Не Можем Туда Поехать Почему Нет За Нами Преследователи Или Что-то Такое Наше Место Родителей По-любому Точка На которую Они Присматривают Слушай Энди Нет 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 Неправильно Эндрю Преследователь Отдыхает Сейчас В парке Прямо Сейчас Ты что Серьезно Думаешь Что мы Где-то Такие Важные Что кто-то Нанял Двух Если Что Они Они Думают Что Этот Парень Позаботился Нас И Вот И Все Но Проблема В том Что Я Буду Сверх Осторожным Чем Мертвым Мы Будем Быстро Заберемся Ограбим Их Убьем И уберемся Значит Ты теперь Хочешь Убить Наших Родителей Замечательно Ты же Прям Сказал Что мы Не можем Говорить С ними Прямо Сейчас Так что Они Могут Вполне Быть Мертвы Я Уже Так Устал От Этого Хорошо Просто Пойдем Ограбим Их Тогда Ворвемся Пока Не на Работе Заберем Деньги И Свалим Ну Что ж Ладно Где Они живут Сейчас В любом Случае Я Знаю Место Но Я Не Помню Точный Адрес Она На самом Деле Сказала Тебе Адрес Ну Да Ха Единственная Вещь Которую Она Сказала Мне Прекратить Звонить Ей Она Решила Что Я Расскажу Тебе Ну Что ж Тогда Ты Фиговую Работу Сделал Ну Прости Меняешь Л Это Не Выглядит Как Полезная Информация В тот Момент Не Важно Просто Веди Я Не Водил Машину Уже Два Года Ну Что Будем В Порядке Просто Не Отвлекай Меня Ничего Такого Оки Доки По Мо Это Весьма Отвлекающе Ноги На Пол Мой Боже Это Это Даже Не Твоя Машина Заткнись И Пристегнись Такой Отстой Да 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 Это Отстой А Теперь Поторопись Я Буду Прям Проклят Если Нас Поймают В машине Мертвого Человека Просто Потому Что Нас Остановят Из-за Какой-то Тупости Что Ты Не Пристегнулась Заставь Меня Тогда Делай Или Не Делай Хочешь А Делай Или Ты Не Хочешь Ограбить Наших Родителей Я Сказал Заставь Меня Энди Я Хорошо Что Ты Хочешь Если Это Чтобы Раздражить Меня Значит Ты И так Гвоздь В мой Глоб Вбиваешь Прямо Сейчас Ой Да Хватит Тебе Это Просто Шутка Я Знаю Это Не Шутка Я Ну Да Это Шутка Ты Такой Злой Это Просто Так Весело Типа Я Тебя Не знаю Эшли Ты Уже Так Дел Это Много Раз Я Не Понимаю Чем Ты Говоришь Ты Продолжаешь Энди Энди Пока Я Не Попытаюсь Исправить Тебя Затем Это Внезапно Энди И Лейли И Тупое Дерьмо Снова Снова Происходит Слишком уж Ты много В это Задумываешься Я Просто Серьезно Только Шутила Ну Тогда Это Не Весело И Тебе Лучше Прекратить Тебя Больше Ничего Не Радует Ну Что Мы Поедем Или Нет Я Просто Не Хочу Чтоб Мы Попали В Проблемы Ну Тебе Не Нужно Так Уж Прям Жестко Душить По Поводу Всего Этого Но Надо же Да Потому Что Ты Так Дуреха По Поводу Всего Просто Веди Ты Разозлилась Я Вытащу Нас Отсюда Веди Энди Веди Эндрю О И Он Поехал Наконец Таки И Ты Решила Что Дать Эндрю Молчанку Такую Пока Он Не Извинится Ты Не Особо Уверена За Что Ему Нужно Извиняться Именно Но Ты Не Простишь Его Пока Он Не Извинится Так Что Пока Ты Ждешь Чтобы Он Заметил Что Ты Не Разговариваешь С Ним Ты Засыпаешь Еще Один Сон Замечательный Что За Ты Уверена Что Ты Спишь Но В То же Время Ты Чувствуешь Себя Полностью Проснувшийся Что Ж Сны Замечательно Но Пожалуй На Этом Замечательном Сне Я Остановлю Эту Серию А Следующая Серия Будет Завтра В Принципе Все Быстро Все Довольны Поставьте Лайк Не За Это А На Этому Я Прощаюсь Всем Спасибо Всем Пока Продолжение следует...